Клыкастый путь. На пустынной дороге сквозь восточный предел перед путников возникает боевая арена, вулкан ярости, ударов и криков. Извивающиеся столбы дыма обрамляют горизонт, а звуки боевых барабанов разносятся по невысоким скалистым вершинам. Конечно же, это путь абсолютно безопасен. Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй и продолжаем играть в игру Battle Chasers. И в данный момент мы пошли в подземелье, которое называется Клыкастый путь. Знамена Волкалаков. Это племя мне раньше не встречалось. Должно быть они здесь зачем-то собрались. Хорошо, у меня к ним есть разговор. Галя, какой у тебя может быть к ним разговор, а? Так, что у нас здесь? Кремень. Телепорт уже активирован. Но я никуда не могу, потому что еще не открыты другие зоны. Странно, здесь закрыто все. Так же и с этой стороны. Давайте тогда вот сюда пойдем. Что-то мне не нравится это все. Так, вижу бочку. Опа-на. Не с места, гладкошкурые. Вам не пройти за ворота арены, но я могу их открыть. С какой стати нам тебе помогать? Наш вождь уже не то, что раньше. Он все еще могущественен, но теперь он работает на эту странную темную госпожу. Гладкошкурым я не доверяю, но ей еще меньше. Ее я боюсь. Когда мы все объединимся, она сможет использовать нас всех для своих целей. Ступайте, победите знаменосцев кланов и подушите их костры. Племена разберутся, кто куда. Предположим, мы это сделаем, а кто гарантирует, что ты сдержишь свое слово? Как будто у вас есть выбор. Уходите, хватит терять время зря. Ага, он нам открыл ворота. Победите знаменосца клана Морозного Когтя. И так же победить знаменосца клана Темного Клыка. Значит, здесь у нас будет двое врат. Одни из них открыты уже. И вторые, походу, он откроет нам, когда мы пройдем первую часть. Выбора у нас, как говорится, нету, поэтому мы идем. Идем на войну с волкалаками. И встречают нас тут паучки, слезнючки и всякая мразь. Иди сюда, родной мой. Сейчас ты отушишь моего клинка. Поехали, ребята. Давайте, наверное, осколки применим. Так, удар под дых. Отлично. И, наверное, быстрый удар. Ах ты, черт подери, паук выжил еще? Ну что ты тут расхрипелся, а, слезнюк? 45 УЗ, кританул все-таки, однако. На-ка, выпуси. Чуть-чуть не добили. Ого, 82 крита. Получи удар под дыр, тем самым мы добиваем этого паучка. И теперь будем добивать слезнюка. Это пещерный слезень у нас. Давайте быстрый удар, и ему конец. Замечательно. Сдулся, паразит. Е-е-е, конечно, Галли, е-е. Так, Калибрэта, Галли, Гаррисон. Получаем. Да ничего хорошего. Продолжаем путь. Иди сюда, маленький паук. Так, ребята, я и не услышал комментарий по поводу, стоит нам смотреть каждый бой или мне это все проходить, а при монтаже видео оставлять только основные сюжеты. Доступен талант зверолов. Это что-то новенькое. Так, паучий шелк. Четыре штуки. Замечательно. А это у нас что такое? Отпить из храма энергии. В бою вы накапливаете дополнительный заряд. Это хоро... Оу! Ничего себе какой! А, он невидимка. Хе-хе-хе. Мы разорвем вас в клочья. Ну, насчет этого я бы не торопился так говорить. Давайте мы сделаем, наверное, обстрел. Слушайте, а мы не видим его, ничего не можем сделать. Давайте тогда защиту поставим. И... А, все, видим. Теперь можно атаковать. Два узы отравления. Довольно неплохо. Ух ты, ух ты. Кровотечиль не сделал. Как может голем истекать кровью, а? Волкалакловец подох. Кстати, он шестого уровня. У нас был реванш. Да никакого реванша не будет. Он отдуплился. 78 опыта всего. Ничтожно мало. Оу, внизу два огромных паука. А если мы сюда пройдем? Да что ты, Гаррисон, а? Застреваешь на всем, что ни попадя. Тупик. Блин, неужели... Тихо. Это что такое? 27 ОЗ в меня. Выстрел какая-то ерунда. Так, Е. Что тут? Глубинный кристалл. Слабый сгусток маны. И светящийся порошок. Кто это такой? Вы встречаете Волкалака. Он не проявляет ни враждебности, ни опаски. Седая шкура выдает его возраст. Он поднимает глаза и обращается к вам спокойным голосом. Убери свое оружие. Я не угроза вам. Гладко кожей. Густой мех скрывает его черты лица. Но вам кажется, что он улыбается. Не желаете ли вы услышать историю? Ну, давай послушаем твою историю. Он кивает. Спасибо, уважили старика. Он складывает руки на груди и начинает рассказ, глядя в огонь. Жил да был когда-то совсем юный щенок, рожденный в Новолунии. Он был сыном вождя. Его мех носил фамильный отметин на лбу. Он был последней надеждой вымирающего племени. На него возлагались большие ожидания. И он со временем показал себя воительным, достойным их. Ну что, продолжать? Да, давайте продолжать, наверное. Однажды к племени пришла чужестранка. Она была совсем не похожа на вас. Она была высокого роста. И несмотря на скромную внешность, в каждом шаге ее чувствовалась властность. Вскоре после ее появления юный вождь, бывший до этого момента столь мудрым и могучим, начал меняться. Интересно, про кого он нам повествует историю? Продолжай. Он замолкает и поднимает глаза от огня. Не напомните ли вы мне, что случилось, когда вождь появился на свет? Было Новолуния, насколько я помню. Так ты говорил вроде бы. Он выглядит довольным. Верно, верно. Приятно знать, что молодое поколение в состоянии уделять чему-то внимания дольше пару минут. Он снова отворачивается к огню. Продолжить. Молодой вождь начал стремиться расширить свою власть. Он объявил войну другим племенам. Но его собственным подданным от него доставалось. Он сообразил, что может сэкономить время и силы, вызвав вождей других племен на поединок. Он был могуч и не было никого, кто устоял бы против него. Про кого же ты мне рассказываешь, а? Вакалак. Давайте продолжать. Несмотря на беспокойство племени, его кровожадность не знала меры. Самому племени недолго оставалось жить в безопасности. Он замолкает. Знаете, путники, я порядком проголодался, а этот цыпленок выглядит крайне аппетитно. Не разделите ли со мной трапезу? Ну, конечно, разделим. Вы пробуете цыпленка, не ясно, как так вышло, но специи и степень прожарки подобраны просто идеально. Такого сочного цыпленка вы давно не пробовали. Не волнуйтесь, конец истории уже близок. Племени ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Бывает два типа вождей. Одни ведут, потому что хотят чего-то достичь. Другие, потому что хотят кем-то стать. Вторые могут оказаться куда опаснее первых. А можете ли вы мне сказать, каким племенем правил этот молодой вождь? Оу, а я и забыл. Может быть, кровавой луны? Блин, или темного клыка. Хе-хе, ну ты меня задачил. Ха, даже старик вроде меня может вас обхитрить. Вы ошибаетесь. Я не назвал вам его племени. Черт поделить, точно он прав. Это все, конечно, прозрачная аллегория. Речь идет о нашем собственном племени. Этот вождь наш вождь. И как бы ни было горько это признавать, вы можете оказаться той силой, что способна помочь нам спастись. От вашего вождя, что ли, или от кого? Чужие странки этой? Продолжаем. Я предчувствую в вашем будущем великую опасность. Возьмите это, а теперь идите. А я пока перекушу. Он вручает вам талисман и показывает жестом, что разговор окончен. Перо рассказчика. Да, замечательно, конечно, была история. Но мы с вами продолжаем наш путь. Так, погодите. Здесь мы уже были. Или нет? Ну, паучок, получи. Он здесь один. Сейчас мы его по бренкам разберем. Поехали. Галли у нас разящий кулак применяет. Тридцимузы слабо, конечно. Так, быстрый удар. Ну и удар под их от калибретта. Фирменный удар. На. Уязвимость получает паук. И сейчас мы его добиваем. Готов огурец. Впечатление так себе. Что же, очередная наша победа. Ага, это был первый паук, а вот он второй. Значит, мы здесь были, просто не спускались сюда вниз. Огромный пещерный паук. Получи. Блин, почему-то вы очень слабо критуете. Я бы сказал, даже вообще не выходит у вас критов. Как-то надо дело это поправлять. Ну что ты. Ага, вот он. Паутину свою метнул. Добьем быстрым ударом. Все, готов. Мы исправились. Ух ты, здесь какая-то машина у нас стоит. Кремень. Шесть золотых. В общем, одну траву нам подсовывают пока. И это у нас верстак. Мы можем с вами сделать что? Камнетез. Но он нам не нужен. Нокаут тоже не нужен. Ударные перчатки. Не хватает ресурсов. Да. Жаль, конечно. Вообще ничего нету. Качественная ткань. Крепкая кожа. Ну, я не знаю. Создание предметов. Ага. Ну вот так вот. Успех. Это мы сейчас делаем с вами качественную ткань. И качественный слиток можно сделать. Все это нужно для крафта. У меня сколько ресурсов-то для этого. Я могу тут делать и делать. Жалко, нельзя сразу с десяток заказать. А не вот так вот по одному все клепать. Качественная ткань. И крепкая кожа. А их всего две. Мы можем сделать все это последнее. Так, острое кольцо из прибрежной стали. Нокаут. Куртка дозорного и леснодолья. Блин, все равно почему-то не хватает. Ладно, не будем здесь долго заморачиваться. Пойдемте в другое место. А точнее, наверное, вот сюда вот. Что там за манатки лежат? То, что я увидел на арене во время празднования последней победы вождя, ужаснуло меня. Его сила росла, а остальные вокруг него умирали. Он разрывал соперников на части с такой жестокостью, что даже сильнейшие из племени отводили глаза. Такая мощь. Откуда? Записка написана дрожащей рукой. Послание для племен. Первая из пяти новая сила вождя. А я догадываюсь, в принципе, откуда могла появиться такая мощь у него. Е. А, это лифт. Ух, даже не знаю, вниз или сюда. Здесь у нас летучая мышь и волкалак стоит. И двери там. Ну, давайте атаковать. Ну что, привет, родные. Кожисто... Кожисто-крылая мышь и волкалак следопыт. Получи. Ну, Галли, добивай. А, нет, сейчас ход мыши этой. А теперь уже Галли. Защищенный натиск. Давайте глянем, что это за спецприем. Ага. Щит, значит. Ну, получи. Не понял, какого лешего ты промахнулась-то, а? Вот так вот калибрит-то делает свое дело. Прольется ваша кровь. Да нет, скорее всего, ваша прольется. Ух ты, смотрите, он под меткой как бьет. Просто колоссально. Хорошо. Давайте тогда мы... Нет. Давайте, наверное, здесь... Нет, закрытый удар сделаем. А здесь... Так, целительная волна. Подождите. Где у нас которые... Что-то я не могу понять. А, вот, 129 УЗ. Отлично. Ну и... Быстрый удар. Нормуль. Что такое? Да ты смотри, как колбасит, а? Подхил. И снова в бой. Так, быстрым ударом. Давай, Галли. Почему у меня все время на могучий удар? Давайте просто ударять ее. Удар по... А, нет. А, он метку ставит. Ну все. Давай, Калибретто, добивай его ударом под дых. Хватит ему здесь бутузить уже. Отлично. Победа. Тут у нас что-то стоит. Коробка. И очередная записочка лежит. Е. Вы находите надгробие. Судя по всему, здесь погребен паладин-маршал. Но имя стерто. Эпитафия гласит. Под сенью тенистых папорников. Внимательно осмотреть надгробие. Вы не замечаете ничего особенного, помимо вездесущих мха и плесени. Ну и должно быть что-то. Скажите вашему племени, чтобы были осторожнее с заключенными. Путь на север долог. Если один из них получит увещи, его следует убить, чтобы не задерживать всю группу. Но тогда до цели дойдет меньше узников. Пусть племя выплескивает ярость на арене. Для этого она и нужна. Или мысль об этом пугает вас? Послание для племени. Вторая записка из пяти. Давайте заканчивать этот диалог, разговор. Ух ты. На ящике кем-то оставлен потрепанный дневник. Он покрыт толстым слоем пыли. От его владельца не осталось и следов. Вы пролистываете дневник и находите две интересные записи. Остальное практически не читаемо. Давайте попробуем, наверное, вот так вот. На этой странице несколько относительно разборчивых предложений. Одно из них гласит. Гробница сэра Джарелора. Расположена на удивление глубоко в пещере. Хотя это не так удивительно, если знать его историю. Целебные свойства тенистого папорника спасли его новорожденного сына. Остальное прочитать не удается. Слушайте, это же, по-моему, надгробие, да? И давайте вот это вот. На этой странице несколько относительно разборчивых предложений. Одно из них гласит. Цуеверия велел оставить кольцо около тенистого папорника. Три ладони к северу, два к западу. Остальное прочитать не удается. Ну и загадочки. Я так понимаю, что нам нужно идти к надгробию в данный момент. И что-то мы, наверное, получим так. А здесь у нас, видимо, тупик. Хотя есть... Оу! Пауки, пауки пришли. Ай-яй-яй-яй-яй, догонят. Догнали. Блин, я еще там встрял среди этих бочек. Как специально. Ну что ж, придется с ними разбираться. Огромные пещерные пауки. Ну, в принципе, они у нас салаги. По-моему, не отравляют. А только лишь плюются и кусаются. Мой могучий прием готов. Ну что, давай, Галли. Бомби-кан. Немножечко не хватило. Смотрите, бросок паутины он сделал. И насыщение. Ага. Вот, значит, как. Давайте добиваем. Ну что же. Давайте тогда, наверное, сделаем вот так. Бам-бам. Так, калибрета. Можно сделать целительная волна. На себя делай. У тебя очень мало ХП. Отлично. И быстрым ударом не добили, к сожалению. Все, Галли делает. Ага. Заключительный удар. Так я и думала. А я даже и не сомневался. И сундучок мы сейчас... Да ладно вам, хорош. Ну сколько можно-то? Блин, даже не успел смыться. При открытии сундука напали прямо. Ладно, давайте такую же комбинацию сейчас побыльникам и сделаем с ними. Не будем долго рассусоливаться. Так. Давай-ка, наверное, осколочками. Удар подых. Отлично. Получите, распишитесь. Блин, прям как в тот раз. Не добили совсем маленько, а. Куда ты лезешь, а? Паучья ты, морда. Забота. Восстанавливает каждому члену 44 ОЗ. Ммм, неплохо. Ммм, неплохо. Блин. Отлично. Так, добиваем быстрым ударом. И остается опять же один паук. Дальше больше. Бросок паутины он хочет сделать. Ать, сделал. Давайте подых. Чтобы повесить уязвимость. И на уязвимости мы его сейчас уже быстренько разберем. Так, Галя, сейчас ты. Бля, ты у меня ходишь и добиваешь. Все. Это была почти честная битва. Так, все, ящик мы с вами вскрыли. А пауки реагируют вот как раз, ребят, на паутину. Что это тут у нас такое? Костяные осколки. Руда. Гриб. Кремень. И плюс 3 золотых. Да, денег, конечно, здесь дают очень мало. Так, давайте-ка мы посетим с вами надгробие. И осмотрим надгробие внимательно. Подождите, обыскать место. Давайте вот так сделаем. Мы уже надгробие осматривали. Следуя инструкциям в дневнике, вы раскапываете землю под ничем не примечательным паворотиком и находите кольцо маршала. Оу, колечко мы нашли с вами. Замшелое кольцо. Хм. Все, больше здесь ничего нету. Ну-ка, дайте-ка я посмотрю, что это за колечко такое. 13 УЗ каждый ход добавляет. Но оно очень слабое, ребят, смотрите. Поэтому не вижу смысла менять на выносливость и терять в силе атаки. Жаль, конечно, так бы взял. Ну, а теперь нам ничего не остается идти, как только на лифт и спускаться вниз. Что тут у нас то? Опять записки? Упомянутого вами крестьянина запада доставили к нам со сломанной ногой и в лихорадке. Случилось это с ним во время захвата или раньше, мы не знаем. Он отверг помощь шамана, опасаясь магической порчи. Этот глупец не протянет недели. Так, это у нас третья записка послания для племен. А почему он, интересно, испугался? И шаманской помощи. Наверх нам... А, нам и не нужно наверх. Мы там с вами лазили. Давайте вот сюда тогда пойдем. Ёлки-палки, сколько их здесь. Бегу, бегу. Их тут трое. Вау. Ну что же, давайте тогда мы с вами сделаем реки крови. Вот я думаю, стоит или не стоит. Давайте, наверное, сделаем на Вакалака. Чем на эту летучую мышь. 101 плюс кровотечение. Замечательно. Так, а ты у меня сейчас бросишь осколки. Так, калибре-то. Удар под дых. В принципе, кромсателя мы сейчас уделаем. Но... Сейчас добьем. Отлично просто. Все легче и легче. Оу! Ничего себе, отравление всем повесил. Так, где у нас там снимают негативные-то эти все? Вот не то. Блин, это, по идее, тоже не то. Ага, с одного только союзника. Я почему-то думал, что со всех. Восстанавливать 117 ОЗ. Давайте сделаем так тогда. Быстро. Так, вот. Да, давайте сделаем ярость. Хорош. Иди отсюда, мышь летучая. А здесь мы тогда пропишем осколки. Так, подхил. Поехали. Ну, бомби. Отличный удар просто, смотрите. Двойного убийства. Нужно было лучше следить за защитой. Сейчас мы с вами еще подхилимся от Калибретта. Давайте-ка. Жалко, что у Галли мало маны. Освоение клыкастого пути местности, расположенное на стратегически важном маршруте между сухоземьем и заливом предателя, началось совсем недавно. Эта дорога была весьма востребована у торговцев. Ей нередко пользовались и контрабандисты. Поначалу местные племена волкалаков просто нападали на путников из засады. Обнаружив, что это занятие приносит хорошую прибыль, они стали разбивать небольшие лагеря, а по мере снижения сопротивления и вовсе обжились на дороге. Это у нас четвертая записка, а нет, это первая из четырех. Клыкастый путь, торговый маршрут. Вы находите дневник шахтера и различные гарнодовывающие снаряжения. Обложка дневника покрыта паутиной и каплями засохшей крови. Как вы поступите? Прочитаем, конечно же. Что нам еще остается с ней делать? Пролистав журнал, вы находите несколько интересных записей. Какую запись вы прочтете? Сон не идет, но и писать как-то неохота. Нам выпал шанс добыть немного этой самой манны, о которой столько разговоров. Деньжа-то неплохие, думаю, получится немного отложить и купить джинджер-кольцо, о котором она мне все намекает. Ну и лицо у нее будет, когда она его увидит. Хех, ну прочитаем давай другие тогда записи. Мы обыскали тут все дважды, но будь я проклят, если в этих краях осталась хоть капля манны. Однажды я был уверен, что мы ее нашли, но это оказалось просто стекляшкой. Когда мы пытаемся спать, иногда слышим какой-то шум, но пока ничего не видели. У всех постепенно начинает задавать нервы. Тут еще можно внимательно изучить книгу и прочитать другие записи. Седьмая запись. Она не переносит свет. Что бы ни случилось, свет должен гореть. Я так давно не спал. Все время кажется, что я вижу в темноте лицо джинджер. Это все от тоски. Остальная часть дневника покрыта засохшей кровью. Да, и к чему вообще эта книжка нам здесь дана? Так, ну давайте изучим. Между двумя склеившимися страницами вы находите несколько ценных монет. 200 золотых. Все, больше здесь походу ничего нету. Вождь племени Кровавой Луны снова и снова призывает племена на клыкастый путь. Он заставляет сильнейших их воинов преклонить колено в честном поединке. Но вместо достойной смерти предлагает им клятву на крови и клятву верности. Зачем собирать нас для подобных ритуалов? Он снидает безумием и тревогой. Тень его бесчастья и кощунцу нападает и на нас. Однако пока никто не осмелился открыто обвинить его в измене. Общий сбор. Пятая записка из пяти. Послание для племени. Мы должны получить с вами сейчас какой-то подарочек. Хрен там мы что получили. Нельзя использовать, потому что здесь враги. Погасить факел. Ну давайте попробуем погасить. Выгасите свет и тьма обступает вас со всех сторон. Давайте тогда наверное мы и здесь погасим. Так, а если я вот этот последний факел погашу, что будет? Пока я здесь. Вы слышите, как что-то стремительно к вам приближается. Ух ты, паук что ли? Точно паук. Их, как быстро бежит за мной, а. Ладно. Ух ты. Кисвала. Это что-то типа босса. Босса 527 кп. Так, ладушки давайте-ка мы с ней разберемся. Осколки. Так, удар под их обязательно нужно. Потому что так нам будет ее проще убить. Получи. Наверное будет травить сейчас. 93 вузы отнимает. Это простым ударом. Так, давайте посмотрим по способностям, что у нас здесь. Блин, я даже не знаю, что взять. Так, мы сделаем с вами. Погнали. Под их. Дальше у нас Галли. Ну, Галли у нас сделает защищенный натиск. И сила атаки увеличится на 10%. Эй, даже не знаю. Ой, а мы больше ничего не можем сделать. Разящий кулак. Мало, очень мало мы отнимаем. А вот это уже что-то. Гаррисон очень хорошо вдарил сейчас ей. Так, у нас что здесь? Могучий прием. Это подхил будет. Давайте сделаем что-то типа обстрела. Здесь разящий кулак. Кисвала. Могучий прием. Реки крови. Давайте так сделаем. Заодно повесим кровотечение. Получили. Ой, 87 хп. Готово. Калибретто добил Малорик. Еще одна победа. Опыта, конечно, дают вообще микроны. Огромный паучий клык. Артефакт мы с вами выбили с нее. Но телепорт по-прежнему почему-то не активен. Так, здесь мы это все читали. Больше мы не будем читать. И я смотрю, там ребята впереди. Да уйди ты от этой книги. Впереди летает маленький робот, которого можно было бы поймать. Но он шустрый. Давайте зажгем. Смотрите, за дверями вакалак и паук бродит. Черт побери. Я даже не знаю. Может зайдем сюда? Там сундук у нас лежит. Как говорится, я повелся только на сундук. Не заставляйте меня получать от этого удовольствия. Попытайся еще. Да, сейчас попытаемся. Кромсатели заколбасим сейчас. Черт, у меня нету ничего, чтобы я мог такое сделать. У меня остался только разящий кулак. Ну что же, Гаррисон, давай тогда сделаем вот так. И кровотечение. 111. Ух. Испустил дух. Ладно, остался только лишь огромный пещерный паук. В принципе, их-то я не боюсь. Ничего они страшного не делают. Отравления у них нет. Только лишь стан. И. И оглушение. Ну, оглушение и стан одно и то же. Все. Все. Легче и легче. Да, правильно. Все. Слабее и слабее нам попадаются враги. И вот они. Сундучок и ящик в придачу. А, нет. Ящик не активен. Чего? Ой-ой-ой-ой-ой. Это что такое? Это что? Это, ребята, мимик. Ага. Тут он называется дух сокровищ. Оу. Отравление. Ничего себе он шпарит-то. Так, давайте быстро удар. Удар. Слушайте, довольно мощный чувак. Давайте удар подых в обязательном порядке. 38 ОЗ от отравления. Это довольно много, если честно. Так, давайте ему защиту поставим. Черт подери. Так, давай так делаем. Будем отхиливать свою девочку. Давайте вот так вот. Ну, а ты у нас будешь... Какой-нибудь хороший удар. Могучего нету. Придется тогда... Бодрящий. Ну, давайте бодрящего сделаем. Оу-оу. Ёлки-палки. Если так и дальше дело пойдет, Ну, вот у нас тут кое-кто погибнуть. Спасибо огромное. Так, мы получаем проворность. Хорошо. У нас... Могучий прием. Защищенный натиск. Я думаю, что, наверное... Мы оставим этот удар для кого-нибудь другого. Так, удар под дых, да? Нет, пока не будем. Забота. И два негативных. А у нас негативных этих нету. Оу-оу. Даже не знаю, что сделать. Давайте целительную волну применим. А здесь сделаем... У нас же какой-то удар самый мощный. Воинский клинок, по-моему, да? Отнимает много или широкий. Нет, не то. Вот этот вот. Воинский клинок. 140 урона. Оу, это что такое? Закрой пасть. Черт побери. Всем! И всех отравил. Ух. Ладно. Закрытый удар. Получай. Блин, да мы должны его победить. В конце концов. Подхилили Галли. Вот. Вот это хорошо. Мы сейчас припечатали ему. Как же ты уже достал со своим отравлением, а? Все, давайте, ребята, уже завязывать. Пора его добивать. Так, удар под дых. И... Гаррисон добивает. Отлично. Что из него выпадет? Сейчас посмотрим еще. Опыта не так уж и много дают. Дипломатия. Это у нас для калибретта пушка. Подхил. Хорошо, что у него есть подхил вне боевой. Это как бы плюс. Но уже просто нету. По нолям все кончилось. Мы можем с вами пойти туда. Оп. Поймай. Нет. Вы поймали инспектора. Так. Ну это мы читали. Расколотый камень инспектора. Это, кстати, тоже идет артефакт. А телепорт до сих пор почему-то не активировался. Видимо из-за того, что в этой локации еще вот эти вот ублюдки ходят. Может быть их наказать? Так. И у нас здесь волкалак-ловец и волкалак-боец. Один в инвизе стоит. Да что там ваши щенки? Мне плевать на ваших щенков. На. Блин. Вот этот, который в невидимости, он опасен. Удар под дых. Получи. Вот так вот. Боль. Я так и думал, что сейчас будет отравлять. Но по галле не попал. Чего-то промазал. Так. Давай-ка. Добили. Отлично. Прольется ваша кровь. Скорее всего, ты быстрее сдохнешь. Так. Будет удар делать? Ну а как же? Конечно будет. Хрен он пропустит такой момент. Давай, Галя, добивай его. Умничка. Просто красава. Такова цена ошибки. И не говори. Так, погоди. Я что-то не понял. А как это так? Как это так, блин? Один там вместе с ним практически бродили. Давайте. Разящий кулак. Следующий у нас кто? Гаррисон. Быстрый удар. Потом удар под дых. Это у нас от калибрета. Ну и в следующем бою, в следующем, в следующей атаке мы его убиваем. Давай. Как я и говорил. Мы с легкостью одержали победу. Давайте-ка посмотреть, что здесь вы... Обрывки всякие, глубинный кристалл и 10 монет. Ну-ка, зажгем факел. Я думал, что это какая-то пещерка, но ничего подобного. Ладно. Нам... Оу, здесь наверху. Вот, кстати, у нас два телепорта, почему-то они рядом. Ну-ка, давайте-ка, кое-что с вами посмотрим. Да, да, ребята. Телепорт активировался. И это хорошо. А вот что здесь за знак вопроса, я немножко не понимаю. Эту книгу мы с вами прочитали. Эту, которая лежит, тоже. Здесь забомбили всех. Там... Непонятно. Какое-то как задание невыполненное. Как водится, где прибыль, там и раздоры. Вместо того, чтобы нападать на странствующих контрабандистов, племена волкалаков начали враждовать между собой и драться за право владения дорогой. Перемирия были недолгими и шаткими. Торговцы выбирали удобное время и, подбрасывая улики, нарочно стравливали лагеря волкалаков, чтобы беспрепятственно доставить груз. Из-за истории о тех междоусобицах это место и получило свое название «Клыкастый путь». Это у нас вторая страничка из четырех. Называется «Рассказы путешественника «Клыкастый путь». Ладно. Двигаемся тогда с вами дальше. Тут у нас что, две бочки каких-то? И опять же записка. Пауки, блин, ну зачем я пошел по этой паутине? Я так и знал, что он... Блин, ладно, придется драться. 145 хп. Огромный пещерный паук. Давай. Блин, а «Калибр» это не добьет его. Это однозначно. Восстанавливает каждому 44 АЗ и снимает два негативных этих фигня. Пока нам это не нужно. Ну что ты там выделаешься, а? Как улитка на сковородке. Получил? Пожалуйста, не вставайте, «Калибрэта». Ты прям сама доброта, елки-палки. Учешок, всякая фигня. Давайте почитаем, что здесь. Так, а тут-то что? Использовать кремень. В конце концов, осознав бесцельность траты энергии и ресурсов, Волкалаки согласились на перемирие. Была построена новая арена, на которую племена отправляли своих самых свирепых воинов. Они сходились в жестокой схватке, чтобы завоевать первенство и забрать львиную долю добычи. Все больше племен принимало участие в боях, мечтая о могуществе и богатстве. Неожиданно оказалось, что новый порядок дал контрабандистам возможность безопасно перевозить грузы. Они начали заключать сделки и платить пошлину. Это у нас третья страничка из рассказа путешественника Клыкастый путь. Так, тихо, тихо, не будем бежать по паутине. Давайте вот так вот аккуратненько. Да елки ты, палки, ну как? Я же... Трой теперь, а? Так, я могу? Нет, осколков у меня нету. Блин, ну давайте тогда так бить. Че ж поделаешь? Реки крови. На кого сделаем? Давайте на этого. На передних стоящего. Опа! Сейчас он сдохнет. Удар под дых. Бум! Готов. Ммм, гаденыши еще творят. А ну-ка. Отлично. Так, Гаррисон. Давай-ка мы с тобой, наверное, атакуем. Ух ты! И... Галя должна его добить. Остался один паучок. Вот так. Удар под дых. В принципе, можно было... Нет, давайте мы сделаем целительную волну. Потому что у Галли очень мало ХП. Так, разящий. Отлично. Делаем под хил. Ну и в принципе... А, сейчас он будет. Хотя нифига, он пропустил свой ход. И Галли его добивает. Все, готовы. Уносить их с поля боя. Блин, скоро мы получим уровень. Да какого лишнего-то... Я не пойму, почему они сразу-то не могут нападать... А, их же там трое было. Ладно, сейчас мы этого по-быстренькому тоже разберем. Жалко, что здесь нету автобоя. Было бы довольно прикольно. Нажал, да? Ну, когда знаешь, что вот такие вот сосунки. Чтобы лишний раз время не терять. Или, знаете как, быстрая победа. Оп, нажал. Победил их быстренько, без анимации. И пошел дальше. Хорошо. Осталось буквально ничего, и мы получим с вами уровень. Да куда ты нажимаешь-то? Ух ты, какой-то свиток лежит, я смотрю здесь. Погоди-ка, а здесь-то что? Похоже, эти туннели обрушились с чьей-то помощью. Специально получается, да? Вы нашли карту подземелья. О, вот это хорошо. Ну, по-моему, мы идем в правильном направлении. Это что, опять лифт? Так, точно. Это у нас лифт. Ну, давайте тогда спускаться. Ну, довольно глубоко, я вам скажу. И кто здесь у нас будет бродить? Так, смотрите. Это что такое? Все предметы. Список рецептов. Нет доступных рецептов. Странно. Нет доступных рецептов. И тут у нас очередные шавки, я смотрю, бродят. Уже какой-то новый вид появился. Смотрите, с таким мощным тесаком. Ой, даже не знаю, что... О, их тут двое. Ну, офигли, ничего не поделаешь. Нам придется выступать. Так, что-нибудь я могу поставить себе хорошее такое. Дополнительный урон. Дипломатия. Ну-ка, давайте-ка поставим. А это... Нет, это не прокатит. Хромированный корпус, он слабоват. Восстанавливает 69 УЗ. Это вообще ни о чем. 79. 69. Давайте вот сюда вот применим. Так, у нас... Так, у нас... Все, у нас пробирок-то почти и нету. Зато хлама всякого. Хоть одним местом ешь. Огромный паучий клык. Простое кольцо. Вкус детства, блин. Ладно. Делать нечего. Они уже нас заметили сейчас. Смотри-ка, не агрессирует. Оп. Вот тебе и не агрессирует. И кто это у нас такой? Волкалак Громила. Наши шинки свирепи и вас. Ну, это мы сейчас посмотрим. Копа. Ой, да он салага. Смотрите, я у него сразу полхп на соточку ударил. И уже половины жизни у него нету. Успокойся. Так, метку поставил. Уизвилось. Вот это плохо. Ну. Давай-ка мы, наверное, сделаем удар под дых вот этому сосунку. Вот так. 19. На... Ай-яй-яй. Немножко не хватило, чтобы он сдох. Что он делает? Всем, блин. И причем повесил уязвимость. Добиваем. Готов. Так. И остался у нас следопыт. На-ка выкусим. Жалко, здесь у нас нет ударов, которые могли бы оглушить врага. Довольно полезный ударчик. Во всех играх он... Тем более такого жанра практически присутствует. А здесь почему-то нет. Опа. Что творит, а? Да на-ка выкуси. Нет, почему-то мы слабо его атакуем. Вообще никак не годится. Целительная волна. Подлечись маленько у нас, Галли. А мы продолжим его разбирать. А, вот почему. Седьмого уровня у нас. Черт подери. Ты еще мне, Галли, здесь вложи. Отлично. Хорошо подхилил. Давайте продолжать его бить. Быстро. Подождите-ка. 48. Давайте так. Опа. Опять он свою метку, но он не успеет воспользоваться. Сейчас мы его и добьем. Галли, давай. Бразящий кулак свой. Шикарно. И еще одна победа. И мы получаем с вами новый уровень. Целительное касание, героизм и пробивание. Простое кольцо огромной силы. Так, опять там этот стоит сосунок. И у нас с вами полностью жизни восстановились и полностью манна. Так, три очка. Куда бы их потратить? Только накрыть вероятность я могу. На один процент. Да, больше я ничего пока хорошего не вижу. Тут вообще ничего нету. Способностей нету новых. Так, что мы там получили? А, целительное касание. Восстанавливаем союзнику 74 ОЗ сразу и еще 49 ОЗ в течение четырех ходов. Героизм защищает каждого союзника щитом, способом войти 78 урона. Наносит 32 урона, если целеуязвимая или отравленная, заставляет ее истекать кровью, получая 111 урона в течение пяти ходов до трех уровней. Ну, не знаю, не знаю, что они из себя представляют. Так, здесь тоже есть телепорт у нас. Тут есть и рыбалочка, кстати. А ну иди-ка сюда, пляшивый, пляшивый пес. Ты же один. Один. Ну что же, приступаем. У нас все в норме. Манна. ХПшки полностью, так что можно вполне спокойно атаковать. Пробивание. Может укол лучше? Надо, чтобы он был уязвим. Тогда можно будет делать пробивание. И удар под дых. Получи. Интересно, а почему он два раза кровоизлияние получает за один ход? Так. Ну что, давайте еще один удар под дых. И сейчас... А Гаррисон его добьет. Даже можно не париться. Как всегда. Как всегда мы на коне. О, защитная цепочка из прибрежной стали. А ну-ка, давайте посмотрим. Так, это не то. Дополнительный урон. Что за книга? Чары и преображение. Надо применить. Бастион и поджигатель. Рецепт изучим. Так. О, подвисочка-то неплохая. Ребят, смотрите-ка. Все повышает на 9. Давайте-ка, наверное, мы сейчас с вами вот Гаррисон повесим. Он у нас как самый лучший воин. Пускай будет носить ее. И перо. Кстати, это оказывается оружие. Я думал, что это так просто. Все. И больше ничего у нас тут нету. А нам, в принципе, не нужно. 638 золотых у нас в казне. Елки-палки. Я на того обратил внимание, который вдалеке. А из-под носа выскочил какой-то хмырь. Ну что ж, ничего не поделаешь. Придется с ним драться. Волкалак-боец, значит. Так. Ну-ка, ну-ка. Что у нас тут есть? Может, обстрелами его бомбануть? Осколками и... Нет. Бодрящий удар, но, в принципе, сгодится. Оу. Смотри-ка, смотри-ка, что делает. Ну, сейчас мы тебе дадим жару. Бомби, калибретто. Слушай, довольно неплохо. Шпарит. Готов один. Ну, а с этим мы сейчас, наверное, и справимся. Ах, молодец, Галли. Просто умничка. Отдолели. Отдолели мы этих бокалаков. И сундучок тут у нас какой-то лежит. С рудой. С компонентами. И с пятью золотыми. Нельзя использовать пока враги поблизости. Кремень. Почему столько кремля-то здесь дают? Для чего он здесь нужен? В таких количествах. Для того, чтобы поджигать факела? Или он вообще нужен нам по крафту? Оу. Смотрите-ка, что здесь у нас. Трое. Глупцы. Черт, исчеманулись. Они все за мной. Боец темного клыка. Знаменосец темного... Оу, ребята, это же босс. Нам нужно убить знаменосца темного клыка. Ну что ж, давайте приступим тогда. Так, давайте волну ярости сделаем. Это массуха. Так, а здесь что? В принципе... Как-то хиловато. Если честно. Давайте обстрел сделаем. Тоже массовый удар будет. Черт. Каждый делает по... По удару. Ох ты. Сил атаки провором свиши. Так, отлично. Так, Галли у нас сходила. И теперь у нас Гаррисон. Давай массовый. Убьешь-ка он? Нет. Одного грохнули. Замечательно. Ну что, сдаешься? Да я думаю, они не сдадутся, пока мы здесь не шваркнем. Так, удар. Удар под дых давайте. Отлично. Ну, этому конец, ребята. Все, Галли его добивает. И у нас остается только... Знаменосец. А он почему-то смылся. Прием реки крови готов. А какого лешего он убежал? А от нас? Вот паразит. И костер потух. Победите знаменосца клана Темного Клыка. Ну, по идее, мы как бы его не победили, он убежал от нас. Ну, я думаю, это не особо страшно. В последнее время на пути постоянно что-то происходило. Его начали избегать почти все торговцы, кроме самых смелых и отчаянных. Ходили слухи, что под покровом ночи привозят крупные партии неизвестного груза. Утверждалось также, что все больше вокалаков отправляется на арену. Но все меньше и меньше, кто ее покидает. Пожалуй, самым тревожным были рассказы о странной ауре или пелене, которая тучей нависла над ареной, и люди и звери стали обходить ее стороной. В результате осадный берег оказался почти полностью отрезан от хламограда. Так, это у нас четвертая из четырех была записочка. Расскажу, как клыкастый путь. Малый том знаний мы получили за это и 200 золотых. Вошь, не забывай о цене моих знаний. Твоя сила может расти или убывать по моей прихоти. Смотри, чтобы результат твоих трудов не огорчали меня. Больше напоминать не стану. И символ исчезает внезапно. Ну что, как я понимаю, нам нужно теперь возвращаться и проходить уже вторую часть этого подземелья. Там уже будет, по-моему, морозного когтя, знаменосец. Но для этого нужно найти какой-то телепорт, чтобы... Ага, вот как раз он здесь и стоит. Чтобы мы по-быренькому туда портанулись. Так, ящик. Зелье оздоровления, обрывки шкур. Ну что же, неплохо. Обычные компоненты и 5 золотых. Оу, здесь тоже много ящиков. Так, и бочка. Ну а теперь я думаю, что со спокойной душой можно полностью лететь в портал. Как раз мы где-то вот здесь спаяемся. И отсюда уже побежим. Так. Да, получается, отсюда нам надо будет бежать в правую сторону. Да как выйти-то отсюда, елки-палки? Найдите знаменосца клана морозного когтя и потушите его костер. А, нам нужно было потушить костер. Не столько убивать его, сколько про костер здесь спрашивается. Ладно, побежали. А как мне сюда подняться наверх? А, вот здесь вот подъемчик у нас. Рыба. Не будем мы сейчас рыбачить, некогда нам. Полетели вот сюда. Ну что же, ребята, а на этом я тогда буду завершать свой выпуск. И мы продолжим уже с вами в следующей серии. Забьем второго босса и посмотрим, что у нас там дальше будет. А на этом все. Всем пока и до скорого. Субтитры подогнал «Симон»